То есть мне сам вот этот процесс, я не могла, я не знала, с чем его сравнивать, что такое оргазм, я еще тогда не знала, но это что-то было похоже на то, когда ты качаешься на качелях, и у тебя такой холодок внизу живота. В общем, я захотела покачаться на качелях, но я не знала больше как. То есть когда у тебя состояние жесткого дедлайна, фофана, позора, тогда это вполне органично. То есть вот в таком моменте стихи пишутся хорошо. Хорошо. Как вызвать искусственное вдохновение, я не понимала. У меня там получалось только в Винемоте. И в общем-то дальше мы переходим к четвертой стадии, которая называется страдание. Естественно, как бы вот это вот вдохновение приходит тогда, когда поэт страдает. Причем как бы у меня началась настоящая зависимость от страданий. Причем неважно было, кто этот объект страданий, чем он более аутичный, отстраненный и вообще не в курсе о твоих страданиях, тем лучше. Потому что у тебя как бы есть пространство для фантазии. И вот вы смеетесь, но это на самом деле очень тяжелая зависимость. Ты находишь жертву и заставляешь ее тебя мучить. То есть сейчас такая тема, да, очень распространенная про абьюз, про токсичные отношения, про то, что там триггер, еще всякая херня. Но как бы жертва не всегда является жертвой. Все мои родители, значит, друзья, они начали мне ужасно сочувствовать, что почему тебе подбираются одни мудаки. Да что же это такое-то? Давай сходи к психоаналитику, как бы это ненормально, это триггер, абьюз, токсичные отношения и всякие там детские страхи. Ну как бы они же не понимали, что я-то не жертва, что это как бы и есть мои конфетки, мои качели и моя прелесть. Что я от этого тяжело зависима. Я находила жертву и заставляла ее себя мучить. Если жертва была недостаточно жестокой, я заставляла ее мучить себя. Мне нужно было, чтобы меня бросили, изменили мне с подругой, побили головой об стену, наорали на меня. Вот после этого я как бы могла сесть на трон страдания, поправить корону и заплаканным голосом сказать, как бы, все нормально, все в порядке. Вот тогда я чувствовала себя настоящей драма-квин. И вот этот четвертый, самый мучительный этап, я надеюсь, закончился и дошел к концу, потому что я решила выйти замуж. Начался этап смирения. То есть ты понимаешь, что ты зависима от качели внутри твоей головы, ничего не можешь с этим сделать, но как-то нужно же смиряться. И когда я решила познакомить папу со своим женихом, он сказал, пожалуйста, не надо. Он знал, что это артист, бомж, безработный музыкант, аутист, наркоман или алкоголик. Я говорю, вот это Валера. Папа говорит, а он что, нормальный? Он математик. И я как бы думаю, ну вот, особо, конечно, не разгуляешься в плане страданий. Как-то даже не пострадаешь, не шаркнешь по душе. И что я сделала с нормальным человеком? Ну, я его научила курить траву. И вот мы как-то идем, и он мне говорит, вообще, вот вы как-то боретесь со своим настроением? То есть если у вас вдруг испортилось настроение, вы анализируете, почему оно испортилось? Вот. Чего? Каким образом? Нет, ну как бы, нет никакой ситуации. Вы идете. Нет, вы ищите причину, почему оно плохое. Нет. Вот и я считаю, не надо искать причину своего плохого настроения. Это как погода. То есть хорошая погода, раз, как бы, пошел дождь. Прими, иди дальше. Радуйся дождю. А тут как бы мы идем, хоп, раз, дождь. Что случилось? Я говорю, абсолютно ничего. Нет, ну как бы, у тебя было нормальное настроение, но оно у тебя вдруг поменялось. Что случилось? Я говорю, вообще ничего. Ну хорошо, давай разберемся так. Какую мысль ты сейчас думала? Это был максимально неловкий момент. Почему-то моя фантазия была в том моменте, когда, значит, я родила ему детей, и в суде он сказал, что я наркоманка, забрал детей и увез их в Америку. Он мне говорит, как бы, а как так вышло-то? Я говорю, ты как-то, ну, слово за слово. Ну, может быть, ты сходишь к психоаналитику? Я говорю, ну, так а почему? Ну, как бы, сейчас я подумала плохую мысль, потом подумаю хорошую мысль. Все же будет нормально. Ну, хорошо, а какую ты вот про нас хорошую мысль думала? Я говорю, думала. Ну, вот какую? Ну, хорошую. Ну, вот какую? Если ты сначала думала, что я из ФСБ, и я прослушиваю твой телефон, потом ты думала, что я уйду к бывшей жене, потом ты познакомила меня со всеми своими подружками и сказала, что я обязательно кому-нибудь из них уйду, потому что они самые классные. А теперь я забрала твоих несуществующих детей в Америку. Я говорю, ну, классно, наши отношения развиваются. Ну, сходи, пожалуйста, к психоаналитику. А, кстати, в зале есть психоаналитики? Ну, хотя бы один какой-нибудь психоаналитик есть? Жалко, я могла бы сказать, что я к нему сходила. Ну, в общем-то, мне кажется, вот то, что сейчас происходит, да, это и есть поход к психоаналитику. Ну, в общем-то, смысл похода к психоаналитику, чтобы слить как бы то, что у тебя там было, испытать катарсис и спокойно жить. Ну, как и на исповедь, мне кажется, вот такое вот как бы. А, кстати, катарсис, катарсис — это слово, которого мне не хватало в 10 классе. Я тогда испытала катарсис, и сейчас я зависима от катарсиса. И в пятой стадии своего смирения я признаю, я зависима от катарсиса, я поэт. Но тут вот какая штука получается. Как бы какой выход есть из того, что ты женщина-поэт? Какие вот, ну, в смысле, вот что делает женщина-поэт? Вот вы кто? Юрист, вы что делаете? Ну, вы замужем? Вы не замужем? Становитесь поэтом? А, вы поэт? А, вы поэт! Ну, так все, как вы сразу сказали, вообще вопросов нет. А есть кто вы? Менеджер. Вот вы что делаете? Вы замужем? Вот. У вас двое детей, вы замужем. А женщина-поэт что должна делать? У нее тогда не будет катарсиса, она же зависима от него. Да, ну, чтобы как бы вызвать эти страдания, вот я как бы, я нашла, вот я нашла, вот послушайте, я нашла три, я нашла три, слушайте, мы скоро начнем, я не выхожу еще с таймингом, я нашла три выхода. Женщина-поэт может, а, застрелиться, б, начать жить с женщиной, и третий, просто недостижимый для меня вариант. Стать детским поэтом. Ну, то есть там, что у нее в жизни происходит, я не знаю, но мне кажется, это высший пилотаж. Я на перепутье. Ну, теперь начнем. Я буду получать катарсис, а вы, надеюсь, удовольствие. Спасибо, что вы прослушали частичку моего стендапа. А сейчас будет баллада. О кончите и учителе. Сделай вид, что это настоящий музыкант. Баллада. Жила служанка кончита. Красивая. Ну, не нарочита, в плечах широковато. В движениях угловато. Смугловато, видимо, дед был мулатом. Но неизменно пользовалась кончита почетом у местных господских мальчат. То ущипнут ее, то в ресторацию пригласят. Кончита посла поросят. Читала сказки детям. Танцевала в местном кардебалете. Однажды в деревню кончите приехал музыки учитель. Надел, сука, красивый концертный китель и играл в местном клубе. С ним был парень еще на тубе. Учитель играл на струнно-смычковых так, что от нежности ожимало пах. В течение следующих трех ночей, коричневая, как виолончель кончита, в его руках звучала в такт движение качель. Отчалил учитель на рассвете. Местные дети вслед за паромом бежали, когда его провожали. А кончиту, как кто-то смычком, ужалил. Ничком лежала в кровати, не в силах встать. И увидела, что концертный китель забыл у нее учитель. Вскочила бежать, но застала лишь на горизонте судно. Трудно было урезонить кончиту. От отчаяния кричала, что спрыгнет с причала. Совсем одичалась неделю вовсе. Молчала. Тягучая, как темный мед, время течет. У нее все его фотокарточки наперечет. Он молчит, писем не шлет. Однажды в легком подпитии, напяли флешкитель, скиталась она вдоль причала. Проклятье! В осеннее небо кричала. Плач кончиты, записанный местным летописцем. Господи, ты прости, нет больше сил. Никто приезжать тебя не просил. Ты же остался во мне на века. Я же полна, как в Сибири река. Та, что бежала издалека, Чтоб не догнать тебя в облаках. Ты же всегда налегке. С тобой только шинитки. Далее шторм. И не слышно с причала. Кончита промокла до нитки. Небо плакало и молчало. Говорят, ее молитвы звучали печальней, Чем виолончели и гобои, Играющие реквием фа-минорем. Вскоре пришли вести с моря. Забрать у своей подруги Новый концертный китель Просил учитель друзей Проездом бывших в деревне Сей. Их водрузили на тот же паром, На котором приплыли. Один с топором еле остановили, Бежал за ними в истерике. Где-то под берегом Южной Америки Схоронен ваш китель. Так ему и передадите. А когда друзья отчалили, То увидели на причале Памятник кончиты в кителе, Поставленный силами той общины В день ее кончины. Вечная память кричащей печали Где-то в Чили, Где-то на причале. Что дальше? Хроники богемы Ода, блюз. Давай его сделаем, да? Очень грустное стихотворение. Приготовьте ваши слезки. Ода! Серьезный, умный, Устало-сутулый мальчик. Неудачно влюбился в одну, Нечесанную, как чуму. Почему? Не давалось, все артачилось И не верило все ему. Вроде парень видны и серьезные виды, Только эта не видит низги. Дура, что из нее взять сломанные мозги. Был бы знатный зять, Хватит в девках уже прозябать. Чемоданы за ней возил, На огромной машине зил. И отпугивал, хоть и ростом Мал всех верзил, кто ее обижал. Что ж лохудрена, да ты же из Амкада. Из-под Волгограда Или с Новокузнецкой, тоже мне невестка. Ты же голодранец. Ну, или беспреданец, Кому как больше нравится. Не на помойке ж себя нашел, К зеркалу подошел. Орел. Только прыщик вскочил. Без вредных привычек. Москвич по профессии, Можно сказать. Ильич. Ты не понимаешь, Кого динамишь, косматая. Ни Шанель, ни Прада. Радоваться надо, что объявился принц. Принципиальный и строгий, как фриц. С лицом положительным, как у комсомольца. Смотрит решительно, чуть на нее не молится. И, наконец, Он с диктатурой борец. За страны свободное процветание Готовил акции и восстания. Активисток спасал от излишнего воздержания. Но Дрожал, когда за руку дуру держал. А она Ноль внимания. Добиться эту девицу стало делом принципа. Занял выжидательную позицию. Ведь когда-то она перебесится, Если не сопьется и не повесится. Захочет семью и детей. А я такой, Переезжай же ко мне скорее. У меня батарея теплей. Переезжай же ко мне скорее. У меня батарея теплей. Куда ей деваться? Однажды остепениться и поселиться в моем девятиэтажном дворце На третьем транспортном кольце. И дура, как дура в него влюбилась. Ну, не сразу, конечно, год. Прождал эту заразу. Но раз за разом она все больше приходила в разум. Наконец окстилась. В девятиэтажную башню вселилась. Все веселилась. Любовь, говорит, мне явилась. Я, говорит, влюбилась. В детстве мечтала И встретила Че Гевару. Пусть габарита на она, Но больше мне и не надо. Зато без ВП И как модно Ненавидит ВВП Замели за свару, Нано Че Гевару посадили в автозак. Дура собрала рюкзак И посреди ночи передачки Тащила Ильичу отморозив почки. Не боясь простуд, прорвалась в суд. Пустите меня к нему, Я хоть его обниму, А то сдохну прямо здесь и сейчас От тоски на зло. Вам жалкие отморозки, А ну пусти, А то как сейчас дам по каске. Скоро конец сказки. Прождала 15 суток. Возвратился принц. Героем из небылиц Стал для московских СМИ. С митинга стал писать смс-ки. Дома сиди, не мерзни, За мной не ходи. Я не приеду. Прости. Я не приеду, прости. Я не приеду, прости. По кольцу центра столицы На большой машине ЗИЛ Он возил уже известные лица. К принцу пришла популярность. Какая банальность, такая развязка. Кончается медными трубами. Сказка. Дура больше неинтересна. Дури становится в башне тесно. В груди дыра. Плакать хочется с вечера до утра. Напиться не получается. Алкоголь не берет. Химия не прет. Это вред. Ей детей хочется. Жить с принцем. Кромешный ад. Она и так, и эдак, а он никак сидит все время с ноутбуком или на кухне за компом. Кичится каждым новым луком, разжился модным барахлом. Все время стал писать блондинки. Не за углом и не в ботинке, а в шоколаде с длинным ртом. И дура спит одна. С котом. Но когда-нибудь он перебесится, она не сопьется и не повесится. Ведь она же уже принцесса, не гладранец. У принцессы так не полагается. Но пресса о других сообщает процессах. По данным различных изданий, в приданное дом. Может, два. Потом. Отдать жениху обещают. Наконец, наверху себя ощущает. При дворе, при царевне и в серебре. По рации кричал на демонстрации бунта. Долой хунту. Революцию превратил в пиар-акцию. И решил, ну его, на. Со мной теперь крестница Путина. И какой хунте теперь доверять? Когда невесту меняют на глянец. За демократию главный. Борец. Конец. Да, Жень? Я даже его буду чуть подглядывать в бумажку, чтобы не сбиться. Оратория. Говори тише, а то все услышат твои четверостишья. Увидят, что вся нараспашку. Ходишь без застежек. Кружится голова после двух затяжек. Ни один мужик не расстегнет пряжки, глядя на столь невинные ляжки. Прошу, грешите тише. В мои уши дуют ваши стоны, не попадая в тон моей души. И я фальшивлю тоже. Эта часть суши живет этажом ниже. Иегова. Приходите снова. Будто Зевс. Гаснет звезда. Здесь не хватает света. Ребята, гаснет планета. Отдельными частями света погружается во мрак. Эпоху водолея. Эру рака. Остается лишь орать. Грешите тише. В мои уши дуют ваши стоны, не попадая в тон моей души. И я фальшивлю тоже. Как все на все похоже. Что было раньше, как будет позже. Зачем я ввязалась в эту игру? Гуру ищу, чтобы на уровень выше подняться. Любить, но предохраняться. Кланяться, но не преклоняться. Что за правила в этой игре? Грех греет двоих, добродетель одинока. Однако, грешите тише. Может, нас не услышат? Боже, кота из облаков берешь. Похоже, грешу тоже. Я обеззаражу рожу и обезображу душу. Думаю, что так лучше, проще, что мне так больше идет. Если слова вода, пусть мои кипяток. Дезинфицирует душу каждый горячий глоток. Так остановятся мысли бардак и слова поток. Если никак, то вода пропускает. Ток. Начался мой юношеский протест. Это песня. Но Женя ее не знает. Я ее буду петь, и Женя будет играть что-нибудь. Владимиру Владимировичу Маяковскому. Последнему изъятию. Просить не буду ни Кришну, ни Будду, Ни остальных Всевышних, чтоб ты был да весь вышел, Чтоб не кипели каналы и реки от редких твоих появлений, Чтоб не тряслись колени. Любить, к сожалению, лень. Ты не в той вселенной высадился. Оставь, пожалуйста, нас на пару тысячелетий. Умрут последние динозавры, и завтра мы обратимся в другую веру. Займемся войной, к примеру. Просить не буду ни Кришну, не Будду, Ни остальных Всевышних, чтоб ты был да весь вышел, Чтоб не кипели каналы и реки от редких твоих появлений, Чтоб не тряслись колени. Любить, к сожалению, лень. Мы найдем нового Бога. У тебя же адептов много. И все похожи на кукол Вуду, а ты на кукловода. На моей планете кукол нету. Один не пластмассовый еди теряет свободу, Когда тебя видит. Стихи пишет, ищет платье в комоде, За своих принимает людей. Скорей бежит размножаться, Чтоб продолжалась жизнь на планете. Кричат ему дети, геть. Взрослые просто боятся. Один со страху дал по уху, Ходит с тех пор глухой, Плохо видит лохматы. Хотел обнять кого-то, дурак, А там сгустившийся мрак. Просить не буду ни Кришну, Не буду ни остальных Всевышних, Чтоб ты был до весь вышел, Чтоб не кипели каналы и реки, От редких твоих появлений, Чтоб не тряслись колени. Не существует других таких Среди одинаковых прочих. Так что не напоминай лишний раз, Что в ста света выглядят от нас. Есть твой голос, он был вначале, Потом погас, замолчал, И не нужно больше начал. Тут еще мог бы быть еще один припев. Спасибо. Я хочу рассказать тебе, мама, Как не хотела быть на тебя похожей. Возможно, причиной масштабов бедлама Стало и это тоже. То, что я жизнью своей творила, Мама, подрывая сама, Как у Сама, Все заложенные тобой устои. Я хочу рассказать об этом, мама, Все по-честному, Или не стоит. Не хотела мужа, Не хотела детей, Не хотела просто и без затей. Меня с детства тошнило, Когда ты меня омирила С несправедливостью многих вещей, Наставляя на путь. Вырастешь и поймешь, Мам, в 25 я начала понимать, Что прожила их так, Чтоб тебе обратное доказать. В газете в разделе Скандалы недели Меня до гола раздели Не потому, что через постели Хочу пройти этот путь, Но чтоб нараспашку грудь Стану я улиткой на вершине фудзи. Будет что внукам тебе рассказать. Только про внуков не надо. Опять, да. Да, да. 32, мам, прекрати. Да, я знаю, что ждет впереди. Нет, одинокая старость В прошлом веке осталась. Люди перестали быть одинокими Благодаря новым технологиям. Яму ты себе копаешь, Яму, А не покоряешь Фудзи яму. Сага О героях Телефонных войн Или ни о чем. Это смешной стихотворение Или маффин Про авиалинии и обновления для айфона. Их речи звучат на фоне музыки. Из девчат. Так как сейчас не западло послушать всякое ретро-музло. И как бы не хотелось поговорить о просветлении наших сознаний, Но все равно вылезает непобедимое подсознание. И будет происходить повествование в споре между моими я и оно, Как Фрейдом и заовещено. Итак, сижу, думаю о высоком, Запиваю ананасовым соком. И вдруг приходит никчемная твоя смс. Я поменяла все номера и адрес. Поистине, если мужчине надо, он достанет вас даже из ада. Но я-то была в раю, сижу, сок через соломинку пью. И тут на тебе, мать твою. Я о тебе думаю. Я тебя нюхал во сне. И прочие прелести по весне расцветают ночными звонками и разговорами ни о чем. Че? А, ничего. Че молчишь? А что говорить? Ок. Далее мой монолог. Значит, среди дня ты женат, а ночами грешишь. Все лампочки перегорят, пока ты в ухо дышишь. Да, разбудил? Не смешно. Чушь. Сам, малыш, ну сколько можно, слышь? Принц на коне. Приехал, наконец, а абонент уже в ней. Сам управляет конем, точнее, ездит в нем. Все, прием, звони трезвый и днем. Нет, я не злая. Да, я ждала тебя к маю, к прошлому. Нет, не страдаю. Не модно и пошло. И прошло все. Прощаю. И не превращай свой персональный ад в мой ананасовый рай. Не лезь в мои стихи. С особой силой не провоцируй. Словесный запой я постараюсь не лезть в твои сны. Так, глядишь, и дотянем до новой весны. Гудки. Псих. Черт, это был последний жених. Закругляется сага о героях богемно-телефонных воинах, которых толку мало, много вони. Не созидают, не строят здания, а ни пепел, ни раздания. И порой находят смысл своего существования лишь в подобных поэм написании и им попиранье основ. До свидания. И снов. Евгений Баслаков. Замечательный артист. И не менее замечательная Ира Вилкова. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас маленький перерыв. И следующая поэтесса. Субтитры создавал DimaTorzok